Привет всем! Меня зовут Катя, и я создаю керамику ручной работы. В этом видео мы с вами создадим вазу, которую я называю смешным названием «Кактус». Это изделие я сделала на заказ. Мы с заказчиком согласовывались все этапы, начиная с эскиза вазы, заканчивая ее формой и лепкой самых разных кактусов. Заказать изделие и купить из наличия достаточно просто. Вы можете перейти в группу ВКонтакте или в магазин о ярмарке мастеров и написать мне в сообщениях. Я буду очень рада выполнить изделие для вас под заказ. Изделие, которое мы будем лепить с вами сегодня, довольно непростое. В нем много маленьких элементов, каждый из которых не похож на предыдущий. Начинаем мы с вами работу по традиции с гончарного круга. Подробно про все процессы создания изделия за гончарным кругом я рассказывала в этом видео. Поэтому переходите, смотрите, изучайте. Сначала мы создаем конус несколько раз, также несколько раз опускаем. Пожалуйста, не удивляйтесь размеру конуса. Просто массы много, поэтому и конус должен быть довольно-таки большим. Нужно, чтобы глина равномерно увлажнилась по всему периметру изделия и отцентровалась. После того, как глина отцентрована, создаем отверстие. Для этого углубляем пальцы вниз и одновременно немного растягиваем дно изделия. Затем нам нужно нарастить высоту будущей вазы. Для этого начинаем гнать волну из глины вверх. Здесь не нужно особо сильно торопиться. Руки должны двигаться довольно четко и ровно. После того, как задали необходимую высоту, начинаем потихонечку расширять изделие. Делаю это с помощью губки на палке. Очень нравится этот инструмент. Им так классно и быстро работает. Форма ваза готова, осталось только ее немного подточить. Для этого используем стек и срезаем лишнюю глину в некоторых областях. Далее выравниваем горлышко вазы. Для этого используем леску и легко срезаем горлышко. Ваза готова, но пока что плохо держит форму, поэтому подсушиваем ее феном. Когда изделие подсохло, срезаем его леской и убираем с гончарного диска. Теперь начинается самое интересное. Это создание рельефа на вазе. Вы можете, конечно, процарапать все изделие для лучшего сцепления с элементами декора. И во время прикрепления частей мазать шликером. И сажать, как наклейку, массу. Но можете не царапать и не клеить на шликер. Все будет тоже отлично держаться. Просто если вы вдруг переживаете, что какие-то элементы на ваших изделиях будут отваливаться, то, конечно же, мажьте шликером, делайте насечки. Каждый работает так, как ему комфортнее. Но на самом деле, куда важнее просто хорошо прижать элемент. Сейчас будет долгая вставка с лепкой всех элементов декора на вазе. Перед этим хочется отметить, что во время лепки я пользовалась обязательно референсами изображений кактусов. Также старалась лепить, исходя из реальных габаритов растений. А пока вы смотрите, как я люблю декор на вазе, немного расскажу о себе и о нашей мастерской. Сейчас в команде нас работает 4 человека. Трое из них, включая меня, занимаются керамикой, а еще одна девушка занимается маркетингом. Благодаря ей на канале стало так много шортсов. Надеюсь, что вы это заметили. Раньше я вела все дела одна, а именно педагогику, работу с заказами и ничего не успевала. Честно говоря, сейчас я тоже мало чего успеваю, но стала посвободнее, когда научилась делегировать обязанности. Я очень сильно люблю свою работу, наше творчество и мастерскую. Думаю, что через видео это хорошо читается. Правда ведь? А сейчас наступит лето, и в студии будет много летних мастер-классов, интересных маркетов, и надеюсь, что у меня появится время для личного отдыха тоже. Скорее всего, у нас будет несколько коллабораций с брендами одежды и ресторанами. Я очень жду этого. Наша команда мечтает о больших оптовых заказах тоже. Такие новости у меня в мастерской в последнее время. Расскажите, как вы? Какие планы на лето? Собираетесь куда-нибудь съездить? Не стесняйтесь, делитесь своими эмоциями. Это очень важно. Кстати, можете обратить внимание, что на некоторых кадрах моя работа в целлофане. Это важный момент. Я лепила вазу довольно долго, и поэтому, чтобы она не высыхала, я периодически пшикала ее водой через пульверизатор и укрывала пакетами. Также, чтобы изделие не высыхало, на ночь оставляла вазу под пакетами. Такой способ позволяет лепить работу долго. Итак, работа приближается к финалу. Хотите увидеть продолжение с росписью изделия? Тогда напишите об этом в комментариях. Если наберется больше 10 комментариев со словом «хочу», я сделаю видео по росписи изделия. Такая красивая ваза получилась в итоге. Я и заказчик довольна. Друзья, а я хочу вам напомнить, что вы мои главные помощники в продвижении керамики в массы. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы новенький, то обязательно подписывайтесь. Буду рада встрече с вами в новом видео. Вдохновения вам, мои дорогие. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok